В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, до 63 лет. Тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Но так не пойдет, конечно. Это неправильно. Ссылки на телеобращение гуляют по чатам. Делятся ими в основном женщины, многодетные мамы. Те, кого смягчение пенсионной реформы касается в первую очередь. Девушка одна знакомая, они ожидают четвертого ребенка. Тоже так вот случайно у них, спонтанно, получилось четвертого. Я говорю, ну вот, пойдешь на год раньше меня. Ольга Миронова ждала это обращение. До сегодняшнего дня мать троих детей мирилась с мыслью, что на пенсию выйдет через 20 лет, в 63 года, как предлагает принятая Госдума в первом чтении законопроект. Теперь речь идет о 14 годах, но с оговоркой «возможно». Президент лишь выразил свое мнение, а не подписал законопроект. Пенсионный возраст для женщин могут увеличить до 60 лет, а не до 63, как предлагалось ранее. Многодетные матери получают право на досрочный выход на пенсию в зависимости от количества детей и женщины. С тремя детьми на три года, с четырьмя на четыре. Тех, у кого пять и более детей, изменения не коснутся. Они, как и сейчас, будут выходить на пенсию в 50 лет. Это был один из пунктов обращения областных депутатов в Государственную Думу. Еще одно предложение – увеличить максимальное пособие по безработице. Сегодня президент озвучил сумму – 11 280 рублей. В таком размере выплаты можно будет получать в течение одного года. Тем пенсионерам, кто трудился в сельском хозяйстве не менее 30 лет, живет в селе и не работает, могут получать на отбавку 25%. Теперь депутаты будут решать вопрос о сохранении действующих региональных льгот. На данный момент в законе о мерах социальной поддержки звучит фраза «при выходе на пенсию». Но сейчас эту фразу, естественно, мы будем менять при достижении возраста 55 и 60 лет. То есть, так как возраст увеличивается, мужчины уходят у нас в более позднее, женщины уходят в 60, а мужчины в 65. То получается, для того, чтобы сохранить людям льготы, нам необходимо поменять всего лишь две цифры в социальном кодексе. Ну, то есть, так называемом социальном кодексе. Это значит, что женщины в 55 лет имеют право воспользоваться льготами, а мужчины в 60 лет. На фоне пенсионной реформы многих беспокоит перспектива остаться без работы, без зарплаты и без пенсии. Считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста. А также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Это будет новая практика как для юристов, так и для специалистов трудовой инспекции. Обращений с подобными жалобами прежде не поступало. Да и само понятие «предпенсионный возраст» было очень размыто. Предприниматели и руководители компаний слова президента озадачили. Сегодня я понял, что правительство уже разработало административные наказания для тех бизнесменов, которые будут, так сказать, каким-то образом мешать трудоустроиться людям предпенсионного возраста. Но когда речь зашла о том, что тот бизнес, который будет все-таки трудоустраивать, нужно поощрять, мы услышали такую расплывчатую формулировку, что дано поручение разработать эти формы поддержки. Еще один чувствительный вопрос – не перейдет ли конфликт отцов и детей в сферу труда? Если работа одинакова, нужно и людям предпенсионного возраста, и молодым специалистам. Во многих производствах заменяют роботы. Вы посмотрите, отдел бухгалтерии, сколько раньше работало людей, и сколько сейчас работает. Это тоже с этим нужно, понятно, как-то определяться. И нужно смотреть, какие ниши для людей, которые могли бы где-то трудоустраиваться. Ольга Миронова провожает младшего сына на занятия по английскому. Настраивает на учебный лад. Сейчас Сергею 10, еще через 10 лет сын будет искать работу. А Ольга войдет в тот самый предпенсионный возраст. Но конкурентом себя ему не считает. У нее в планах заниматься с внуками. Анастасия Анферова, Руслан Срывченко, Центр новостей.